Ну, эту движуху мы, очевидно, будем с воли-призывателя забирать, иначе никакой... Ой, лол, под один! Ой-ой-ой! Ха-ха! Одна провокация, два... Провокация! Боже, за что? Баф и карты, это, конечно, круто, но вы только посмотрите на этого дракона! Таких не было даже в последнем сезоне Игры Престолов. А что, если я тебе скажу, что все это может быть спокойно доступно на твоем телефоне? Да-да, графон прилагается. А называется сеть чудо Raid Shadow Legends. В ней есть все фичи, которые вы ожидаете от совершенно новой RPG. Потрясающая сюжетная история, классная 3D-графика, эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками и сотни чемпионов для коллекции и улучшений. К такому безумному уровню детализации чемпионов в игре докопаться нельзя, сами гляньте. А самое главное, Raid Shadow Legends абсолютно бесплатна, и оценка в сторе почти идеальна. Сотни тысяч людей не могут ошибаться. Так что прямо сейчас переходите в описание под видео, качайте Raid только по моей ссылке, и вы получите 50 тысяч серебряных монет сразу же, а также эпического чемпиона. Игра набирает обороты очень быстро, а в этом месяце ожидаются большие обновления, которые будут интересны новым игрокам. Сейчас лучшее время, чтобы присоединиться к событиям. Удачи и жду вас в рейде. Ссылочки в описании. Всем привет и приветствую вас на моем канале за микрофоном как всегда плагиат, и в этом ролике мы с вами продолжаем смотреть на колоды, которые появились либо обновились после бафов карт. Да, именно бафов, не нерфов. Я думаю, все уже в курсе того, что сотворили Близзы, что они прокачали микрогалактику Луны, уменьшив ей монокост с 7 аж до 5. И теперь можно творить такое аниме, которое раньше Харстон не видывал. Соответственно, сегодня мы этим и займемся. В сегодняшнем ролике мы с вами посмотрим на Бигмага, который... Нет, не Бигмага, Бигмага, который воскрес, хоть он как бы играл всегда с момента появления микрогалактики Луны, просто винрейт у него был не самый лучший. Сейчас же, когда микрогалактика стоит аж на 2 маны меньше, единственное, что вас должно волновать, это когда эта микрогалактика придет вам в руку и когда придут существа. Если все складывается замечательно, то микрогалактика у вас не 30-й картой, а какой-нибудь там прям на мульгане, и все замечательно, вы просто ее делаете. И дальше тут вариации ходов, серьезно, их бесконечное множество становится автоматически. Давайте, наверное, еще будем перебираться дальше, то есть я сейчас использую монетку, чтобы как можно быстрее перебрать всю свою колоду, ведь пятый ход не за горами, я надеюсь просто сейчас топдекнуть микрогалактику Луны и больше не добирать тяжелых существ, тяжелые существа, которых в этой колоде предостаточно. Давайте сразу пройдемся по мульгану, если вы вдруг не видели, как меня сейчас уничтожит это механо-яйцо, потому что после нерфа, после нерфа уже на автомате игры, после бафа, механо-паладины также неплохо заиграли, и теперь они не дают жизни. Не, ну это, я, конечно, стесняюсь говорить, но кажется, это Абелла, причем полнейшая, потому что у нас тотальный незаход, и все, что нам придется сделать сейчас, это отыгрывать от перспективы фризмага, то есть у нас есть довольно-таки много заморозок здесь, от мульгана быстро перешли к запасной вин кондишну, да, и так как, соответственно, у нас есть куча заморозок, мы можем конкретно замедлять темп оппонента и таким образом выигрывать немножко времени для реализации тяжелых вин кондишну. Сейчас попробуем это сделать при помощи такого нехитрого хода. Если он проваливается, то, к сожалению, мы будем лузать эту катку 100%. Зачем я заморозил вообще все подряд? Потому что у него еще может быть один скейтер-бот, еще может быть зиликс. Зиликс плюс скейтер-бот это, конечно, будет совсем жопа, потому что с Настиском это разносит нашего бедного Вестника Роха, который пытается переконтролить всю эту движуху. Наверное, все-таки есть. Он сейчас взял скейтер-бота с единички и присоединит его к какому-нибудь забавному существу. Нет. Странно, окей. Ну давайте поставим астроманку стабдэка, вдруг она еще принесет нормальный. Еее. Бериса сексуально выглядит, однако два камня-светчика это слишком сильно. Кстати, камня-светчик, да, это еще одна карта, которая была забавлена. То есть сейчас механа-паладин бахает довольно-таки неплохо, что я считаю замечательной вещью, так как... Ой, бедняга, ой, бедняга, ой, не знает, как играть, ой-ой-ой-ой. Так, давайте завершу мысль сначала насчет паладина, да. Мне нравится то, что механа-паладин, конечно, заиграл, я долго его пытался реализовывать, но ролики не набирали просмотров, я расстраивался. Итак, бедняга не знает, как играть против нашего мага, так как воля призывателя здесь действует не только как... Как обычно вы используете, чтобы расплодить ваших больших существ, но и как ремоу. То есть тут одна мана 6-12, знаете, у вас является два существа по одной мане. Блин, жестко, но все равно как бы лучше, чем миллиард на миллиард штука. Окей, замечательно, этого расконтролили, ждем чего-нибудь еще. Спалили, конечно, волю призывателя, теперь он будет от этого отыгрывать, но... Сейчас мне нравится то, что он немножко попутал местами, то есть по факту он мог выставить совершенно по-другому своих существ. Вот это вот не очень хорошо. Для нас, конечно же. Окей. Пожалуй, знаете, так сделаем. Угу. Не палимся. Главное не палиться в этом матчапе, что у вас есть еще одна воля призывателя. То есть, если у вас в руке две воли призывателя с дуплетом, то вы используете сначала одну, потом ее дуплет, а потом вторую, чтобы реально не палиться. Ну, эту движуху мы, очевидно, будем с воли призывателя забирать, иначе никакой! Это боль. Жалко, морозный луч не приходит. Можем еще немножко затерпеть. Дождаться морозного луча и расконтролить его. Ну, так-то... Терпение позволяет. Главное сейчас очень грамотно обыграть эту всю движуху. И не пугаться этих огромных существ. И, соответственно, не идти и размениваться с ними. Потому что они слишком страшные. Мы можем, кстати, сделать довольно-таки красивый летал. Если таун, то Нина выпадает за пять маны. Такое себе. Делаем еще одну снежную бурю. Делаем огненный шар в лицо. И сейчас, если он ничего не делает с этими яйцами, и мы используем воли призывателя на эти яйца, и не вылупляется ни одной провокацией, то мы летали ему при помощи двух воли призывателей и огненного шара. Может быть... А может нет? Хорошо, что магнетизм. Серьезно? Пожалуйста, накажи его за мисплей, игра. Я же вроде не мисплеил. Давай. Раз. Ни одной провокации. Два. Провокация! Боже, за что? Окей, хорошо, что он на топдек пришел. Хо-хо-хо! Какая хрень! Какая тичь! Серьезно! Еще и с аджором. Победа за тобой! Найс! Вот так вот оно и обыгрывается на этом маге. Как вы могли заметить по прошлой катке, этот маг не просто состоит из того, чтобы реализовать микрогалактику Луны и просто выставлять очень жирных существ за малое количество кристаллов маны. Здесь сохранился еще и элемент фризмага, который был там в 14-15 году, который заключался в том, что вы просто хотите как можно дольше держать контроль над столом при помощи замораживающих заклинаний. Тем самым параллельно с этапе очень хорошие ходы, которые вам будут выгодны. И, соответственно, тот паладин, который имел два существа, суммарно там статы были, сами видели, там 30 атаки и примерно столько же хп, суммарно эта штука вся ему просто-напросто не помогла, потому что оно все было заморожено, Сайленса в этом паладине не предусмотрено играть, потому что, ну, камон, кто будет играть Сайленс в такой колоде? И в результате получился Луус. Окей, сейчас мы изо всех сил перебираем все карты. Хорошо, хоть он сейчас будет ставить Великана плюс Волепризывателя, и мы сможем ответить тем же. Если нам рельнется два Великана, то мы будем в плюсе. Сейчас тут 7-8, наверное. Давай. Одна. Одна. Одна 7-8. Найс. Найс вординг, бро. Ну ладно, пофиг. Посмотрим, я не хочу сразу отдавать Вестника Рока. У нас есть хороший ход, мы разведем его на две Волепризывателя, и попробуем потом как-нибудь это дело зачистить все. Вот, например, как сейчас. Найдет ли он ремовал, это уже вопрос другой. То, что мы сейчас Морозный Луч будем реализовывать, вот это вот конкретная тема. Я даже отдам здесь Фростболт, чтобы он просто в ману помещался, и Морозный Луч хорошо заходит еще под Антона. Чем дешевле у вас спилы, тем больше у вас будет дешевых фейерболов. Посмотрим, найдет ли он ремовал. По идее, он может Волепризывателя использовать на этого Вестника Рока, но это, конечно, будет бред. Он оставит меня существенно на столе, и при помощи огненного шара мы сможем нормально так разменяться. Ищет-свищет, и... Насталь как есть, дай Джапета поставить. Хорош. Отлично, у него нет ремовала на Вестника Рока, это уже реально... Это, наверное, 80% нашей победы. Я не могу брать сейчас существ, на самом деле, с Джапета, потому что у меня много карт в руке, поэтому сыграем семерку. Неплохо. Другое дело, когда у вас есть маны, вы сможете поставить Джапета, и затем сразу использовать заклинание... И затем сразу использовать существа, которые вы получите. Мои расчеты... Да мы с тобой Мирор играем, или что? О, черт, я мог взять Калес Гаса. Блин, его существо сильнее, но у меня преимущество по темпу. Мои расчеты... Да, да-да-да, именно это я и хотел сказать. Преимущество по темпу. Мы должны сейчас все это разменивать, потому что если он играет на том же маге, а он играет 100% на том же маге, то у него нету нормальных ремувлов стола, поэтому мы сейчас должны давить. Да, серьезно. Да, серьезно. Окей, ну, у нас есть офигенное преимущество в виде темпа. Вот сейчас вот показывается наглядно, как может зарешать темп. То есть сейчас, за счет того, что у него карты выходят на стол позже, чем мои, так как я умею трейдиться, знаете ли, да? На самом деле все из-за моего Вестника Рока. Сейчас я могу сетапить такие опасные ходы, и, соответственно, этот маг ничего не сможет мне ответить, кроме как заморозки стола и последующего размена. Например, он может сейчас поставить свою аликстразу, заморозить мою аликстразу и разменяться. Тем самым быть вне рейнджа летала с огненного шара из одной стрелы пинга, либо огненный шар, огненный шар. Но я попробую Скалесгаса что-нибудь придумать. Вот, кстати, да, он и замораживает. И сейчас я бы хотел намного сильнее увидеть Скалесгаса летал. Нет, это не пиробласт, даже не близко белорус. Так я сейчас лузанул, лол. Хотя нет, нормально, мы можем сейчас просто огненный шар сюда отдать. Стоп, подожди, у него 13 плюс 9. 22, да? А у меня будет 23. То есть льная преграда, по сути, меня сейвит отлетала. Если он будет через аликстразу бить. Если он будет не через аликстразу бить, а через два фейербола, то я отлетаю. Ой, лол, под один! Ой-ой-ой-ой! Ха-ха! Серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой! Ха-ха-ха-ха! Чувак, пересчитай, ты обосрался. Ха-ха-ха! Ну, заморозку за один, я не знаю. Ха-ха-ха-ха-ха! Пересчитай картонки! Ой! Продолжаем нашу доминацию в ладере. И, по-моему, я не успел пройтись по мульгану полностью. Мы никогда не сбрасываем микрогалактику луны. Мы против агрессивных колодок оставляем весь Никорока. Ну, я оставил его здесь, потому что, возможно, мы попались против Мурлок-шамана. Мы оставляем служителя боли как добор, либо интеллект-черодея как добор. Потому что мы хотим как можно быстрее добраться. И Горного Великана, копика всем этому, чтобы как можно раньше его выставить. И как можно раньше оказать давление на стол. И, да, мы попались против Мурлок-шамана. Я немножко пожадничаю здесь. Выставлю через монетку сейчас служителя боли. И потом буду разбираться со всем дерьмом, который он захочет вываливать. Если он сейчас, конечно... Окей. Допустим, я не верю в то, что у него есть Мурлок с ядом. Он пришел с топ-дека. Шикарно. Хардстоун, спасибо. Обожаю игру. Хардстоун прекрасная игра. Окей. Допустим, я ставлю служителя боли, чтобы забайтить его Мурлока с ядом на размен моего служителя боли. Он по-любому так сделает. Правильно? Ты же не будешь экипировать пушку и сразу делать перегрузку, так чтобы пушка била на три. Окей, ты сделаешь так просто, чтобы твой Мурлок-шамана. Но пока что наказание за мою жадность идет просто... Просто нереально. Нереально за жадность, я не знаю, кто наказывает. Тут прям реально, реально, нереально. В всякий случай дам туда заморозку, чтобы получить хотя бы, блин, не знаю. Он может три карты мне дать, одну спалить. Ну, это такая себе перспектива, когда у мага сим-карт. Ага, все, ну это... Это паниш. Ну что, давай, короче, тапдеку снежную бурю. И начинаю разбираться с этим вот говном. Пошла жара. Жалко, что я снесу сейчас, сколько-то, три существа. И он сможет реализовать еще своего лодинщика. Аж три существа, если ему очень сильно запрет. Правда, тут мне стабдека сразу же нужен еще один Близзард, либо кольцо льда. Ну здесь, конечно, за жадность такой уже паниш идешь, что прям страшно. Кстати, по заменам я уже не раз убеждаюсь в том, что требуется как бы... Ау, я заклинание. Кольцо льда пришло, шик. Шикардо, пола. Сиди, ничего не делай. Мы отдыхаем. С пацанами чилим. Так, неплохо. Так, ну... Ну, ясно. Оставлю этого мурлока, он ему особо много реализации не даст. Жду снежную бурю с стабдека. Это все, что нам остается в этом матчапе. Стоп, подожди. У нас что-то остается в этом... Да, остается еще три урона, которые он с молнией сейчас нанесет, да? Ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй-яй. Вот и паниш пришел. Сколько карт? Десять. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Ну да. Я просто изобрету лизную стрелку себе в лицо. Да. От агрессии с такой рукой было не отбиться. Что ж, ну на этой мрглантной ноте ролик подходит к концу. Надеюсь, геймплей вам понравился, так как... В этом геймплее мы смогли увидеть некоторые реализации различного вин-кондишна данного мага. То есть мы смогли посмотреть на эту колоду с точки зрения новой микрогалактики Луны. И также посмотреть с точки зрения фриз-мага. Ледяного мага, который, собственно, хайс-реплей, так колода и называется, по факту. Мне кажется, что получилось очень круто. Особенно, как мы обманули того чувака с Аликстразой. И как мы конкретно законтролили стол паладина. Что ж, если ролик вам понравился, то буду крайне благодарен за лайк и подписку на канал. Код колоды вы сможете, как всегда, найти в описании и в группе ВКонтакте. Не забывайте приходить сегодня на стрим в 16 часов по МСК. Ну а за микрофоном был, как всегда, плагиат. Чекните последний топ колод и наш турнирный... Турнирные наши игры с томатом. Еще раз большое спасибо за просмотр. Увидимся на стриме и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok